Несколько лет назад вызывающая ужас фотография безголовой собаки стала вирусной. Она набрала более 143 тысяч просмотров и более 3200 голосов на имиджер. Люди были в шоке, напуганы и сбиты с толку. Итак, внимательно посмотрите на это фото. Что вы видите? Прежде чем мы разберемся с собакой без головы, я хочу, чтобы вы познакомились с Купером. Купер – американский фоксхаунд, который родился с наследственным заболеванием, называемым синдромом короткого позвоночника, из-за которого у пса, соответственно, сжат позвоночник. Сжат настолько, что кажется, будто у Купера вообще нет шеи. Из-за своего заболевания пес ограничен в подвижности и не может повернуть голову, чтобы посмотреть назад. Ему приходится поворачиваться всем телом, как Бэтмену. Кто ты? Когда Купер несколько месяцев бродил по лесу недалеко от Галифакса, штат Вирджиния, было неясно, какое у него состояние здоровья. И только после того, как пса поймали спасателей животных, выяснилось, что у Купера редкое генетическое заболевание, которым страдают всего около 30 собак во всем мире. Ну, столько случаев было зарегистрировано. С учетом небольшой выборки, ученые до сих пор спорят, что этот синдром вообще себя представляет. Долгое время он считался родовым заболеванием, но, похоже, есть какая-то связь между коротким позвоночником и близкородственным скрещиванием. Позвонки в позвоночнике состоят из кости и хряща. У собак с коротким позвоночником хрящ не превращается в кость на самых ранних этапах развития. Из-за этого некоторые отдельные позвонки сближаются и срастаются, и собака укорачивается. Этот же синдром встречается у койотов. Как чувствует себя Купер? Ох, он в порядке! Несмотря на свое заболевание, он окружен любовью и заботой своих владельцев, и, в общем, живется ему неплохо. А теперь вернемся к безголовой собаке. Не думайте, что я про нее забыл. На самом деле у животного на снимке есть голова, но нет передней лапы. И да, это действительно собака, которая очень занята вылизыванием самой себя. Все решает ракурс. Однако эта фотография заставила нас задуматься, а могут ли животные действительно жить без головы? Вопрос звучит немного абсурдно, но еще страннее, что ответ на него – да, могут! Есть несколько животных, которые могут выжить без головы благодаря уникальному сочетанию факторов, включая их физическое строение и работу нервной системы. Конечно, их меньшинство, ведь для большинства ствол мозга играет решающую роль в регулировании основных функций организма. Многие животные просто не смогут дышать без головы, а их сердце перестанет биться. Итак, кто же эти счастливчики, способные пережить обезглавливание? Известно, что курицы, потеряв голову, продолжают хлопать крыльями и бегать. Обезглавливание активирует нервные окончания в шее и посылает электричество по нервам к мышцам, заставляя их двигаться. Кроме того, если голова не удалена ниже глаз, часть мозга, которая позволяет животному дышать и поддерживать двигательную функцию, остается. Ну а историю цыпленка Майка я уже рассказывал в одном из старых роликов. Еще одно животное, способное прожить без головы – это черепаха. У черепах медленный обмен веществ, что помогает им поддерживать свои органы в течение длительного времени и делает, возможно, их долгую жизнь. Также черепахам требуется мало пищи, а их медленные движения не требуют больших затрат энергии. Но как насчет мозга? Дело в том, что у черепах он очень маленький. На самом деле, у некоторых видов нет даже той части мозга, которую мы называем гиппокампом. Это область мозга, которая контролирует такие вещи, как эмоции, обучение, память и пространственную навигацию. Так что же черепахам остается? В основном, та часть мозга, которую называют медиальной корой. Из-за всего этого, некоторые виды черепах настолько не полагаются на свой мозг, что могут обходиться без него. В 17 веке итальянский врач Франческо Рэдди удалил мозг черепахи в ходе эксперимента. Она прожила еще 6 месяцев. Затем Рэдди удалил голову черепахи целиком. Это было шокирующее зрелище. Черепаха оставалась живой еще почти месяц. Но самый известный пример – это, конечно, тараканы. Они могут прожить без головы до двух недель. У них нет сложной системы кровеносных сосудов, поэтому, когда они теряют голову, шея просто слипается, и насекомые не умирают от потери крови. Выходит, их тело все еще способно двигаться, стоять и реагировать на внешние раздражители. Даже голова таракана может выжить и после отделения от тела, двигая своими усиками в течение нескольких часов. Однако самая, на мой взгляд, жуткая история про животные без головы произошла в СССР. Я не шучу, это правда жутко. В 1926 году советский врач Сергей Брюхоненко разработал устройство, известное как автожектор, или аппарат искусственного кровообращения. Вообще, такой аппарат предназначен, чтобы поддерживать жизнедеятельность человека, если его сердце или легкие выйдут из строя. Но Брюхоненко испытывал его на собаках. Вернее, на голове собаки. Имея приток крови к мозгу, голова реагировала на раздражители, так же, как и в жизни, подергивая ушами и глазами в ответ на свет, звук и прикосновения. Голова даже слеснула что-то с собственного носа. Но потом, конечно, все-таки умерла. Ладно, давайте лучше о чем-нибудь менее жутком. Вот, например, Тунец. Гибрид Чихуахуа и таксы. Одновременные мемы интернет-знаменитость, которую называют самой уродливой собакой на свете. Ну, не знаю. По-моему, забавный пес. Тунец был брошен своим прежним хозяином недалеко от Сан-Диего, штат Калифорния. Затем спасен новой хозяйкой, но пережил эмоциональную травму, из-за чего стал ползать на животе. Однако популярным Тунца все же сделала его внешность. У него неправильный прикус с торчащими маленькими зубами, большие уши, длинная морщинистая шея и очень тонкая шерсть. В некоторых местах пес выглядит почти лысым. В результате 2 миллиона подписчиков, и их число продолжает расти. Плюс собственная книга и кое-какой мерч. Среди поклонников Тунца в социальных сетях можно найти Рис Уизерспун, Ариану Гранде, Хиллари Дафф и Леди Гагу. И нет, неправильный прикус не слишком мешает псу жить. Просто периодически у Тунца высыхают десны, и из-за этого открываются зубы. А затем прибавляются подписчики. Гораздо более странное положение зубов на голове. Такой феномен действительно обнаружили у Пумы. Охотник заметил молодого самца Пумы недалеко от Престона, города на юго-востоке Айдаха, в конце декабря 2015 года. Охотник видел, как хищник напал на собаку на частной территории, а затем убежал в холмы. Потребовалось три часа, чтобы выследить зверя и убить его. Если что, это было законно. Но самое удивительное началось потом. У Пумы оказались полностью сформированные клыки и даже маленькие усы, растущие из покрытой мехом левой стороны лба. Еще немного, и это была бы Пума Волдеморт. Неясно, что стало причиной необычного роста зубов. Но биологи штата предложили две теории. Возможно, зубы – это остатки сросшегося близнеца, который умер в утробе матери, но был поглощен выжившим плодом. Или же дело в опухоли под названием тератома. Это образование, наполненное зубами, волосами, а иногда даже пальцами рук и ног. Такие опухоли содержат ткани, найденные в эмбрионах на ранней стадии развития. Обычно они доброкачественные и не распространяются на другие части тела. Так что, наверное, дополнительные зубы не причиняли Пуме особенных неудобств. А это Фрэнк и Луи. Кот не только с двумя именами, но и двумя мордочками на одной голове. Когда кот, или, правильнее сказать, коты... В общем, когда Фрэнк и Луи родились, ветеринар сказал, что они просто не проживут долго. Кошки Янусы, названные так в честь двуликого римского бога Януса, обычно умирают очень быстро из-за врожденных дефектов, которые мешают им нормально питаться. Но по неизвестным причинам Фрэнк и Луи не страдали от серьезных заболеваний и попали в Книгу рекордов Гиннеса 2012 года, как самые долгоживущие кошки Янусы. Фрэнк и Луи появились на свет с двумя лицами, двумя ртами, двумя носами и тремя глазами. Правда, видят только два глаза, средний не способен даже моргнуть. Для еды коты использовали только один рот, который был соединен с пищеводом, и потому не испытывали никаких проблем с кормлением. Да и характер у котов был просто замечательный, они обожали обниматься с людьми. К сожалению, Фрэнк и Луи умерли в 2014 году в возрасте 15 лет, и это на самом деле довольно приличный возраст для кошки. Особенно для кошки сразу с двумя мордочками. Причина появления кошек Янусов до конца не выяснена, но эксперты считают, что она может быть связана с несколькими генетическими механизмами. Я бы рассказал, с какими именно, но это будет слишком научное объяснение. Например, в появлении двух лиц на одном теле может быть замешанное семейство генов Соник Хеджхог. Вам это говорит о чем-нибудь, кроме как о синем еже? Ну вот. Наравне с двуликими кошками существуют еще и двухголовые акулы. Согласен, звучит как что-то из фильма ужасов, но таких существ время от времени находят по всему миру. Читается даже, что особенно часто это стало происходить где-то в нулевых. В 2008 году рыбак по имени Кристиан Джонстон поймал маленькую синюю акулу с двумя головами. В 2013 году группа флоридских рыбаков вытащила из воды большую акулу быка, а внутри у нее обнаружился двухголовый зародыш. Еще через несколько лет испанские исследователи нашли эмбрион вида Галеус антлантикус и тоже с двумя головами. Само собой, подобные существа не могут выжить в океане и погибают очень-очень быстро. И знаете, в каком-то смысле это даже плюс. Некоторых пугают и обычные акулы, чего уж говорить о двухголовых. Но почему двухголовых акул вдруг стало настолько много? Рост частоты мутации у диких акул может быть вызван целым рядом факторов, включая вирусные инфекции или загрязнение окружающей среды. Некоторые исследователи предполагают, что причиной может быть чрезмерный вылов рыбы. И тут есть своя логика. По мере того, как численность популяции акул сокращается, и их генофонд тоже уменьшается, что приводит к частому близкородственному скрещиванию. Отсюда и высокий риск передачи генетических аномалий. Впрочем, другие ученые считают, что численность двухголовых акул вовсе не растет, а потому нет никакого смысла паниковать. Просто сегодня у каждого есть возможность сфотографировать необычную находку, да и количество научных журналов увеличилось. В общем, благодаря всему этому мы знаем и о тройной лягушке. В 2004 году существо с шестью ногами ошеломило даже экспертов BBC по дикой природе. Оно выглядело так, будто три отдельные лягушки слились в одну, и никто не мог поверить своим глазам. Впрочем, хотя подобная мутация и встречается редко, она не является чем-то неслыханным. К сожалению, тройную лягушку продержали в контейнере всего несколько часов, прежде чем она сбежала во время очередного показа. Изучить странное животное должным образом просто не успели. Стоит сказать, что лягушки в принципе довольно примитивные ребята, и случайно выросшие дополнительные детали для них вполне обычное дело. Так, в середине 1990-х годов люди начали замечать в прудах США и Канады слишком большое количество лягушек с лишними лапками. Оказалось, что эти мутации были получены естественным путем, в результате взаимодействия с паразитом. Паразит специально вызывал появление дефектов у лягушки, чтобы хищникам было проще их поймать. Тогда сам паразит мог продолжить свой жизненный цикл. А вот сейчас, я предупреждаю вас честно, будет кое-что действительно страшное. Когда я впервые увидел это, то подумал, что нужно звать ведьмака или экзорциста. В общем, готовы? Это коза. И у нее человеческое лицо. Коза появилась на свет в одной из индийских деревень, и ее изображения быстро стали вирусными после попадания в соцсети. Поначалу местные жители были смущены странным внешним видом животного, и их можно понять. Я вообще испугался. Но со временем они разобрались и решили, что будут поклоняться козе, как аватару бога. И это их выбор, конечно. Эксперты предположили, что коза страдает от редкого врожденного дефекта, известного как циклопия, при котором гены, которые при нормальных обстоятельствах создают симметрию лица, не работают. У плода с циклопией не развиваются две глазные полости. Вместо этого формируется одна центральная глазная полость, которая может содержать один слишком большой глаз или два частично сросшихся глазных яблока. Что именно вызывает этот дефект, неизвестно. Но встречается он, конечно, не только у коз. В 2011 году плод акулы из циклопии попал в заголовки газет после того, как его достали из беременной матери, пойманной в Калифорнийском заливе. Ученые, исследовавшие животное, сообщили, что одноглазый акуленок вряд ли бы выжил, если бы появился на свет. Другая находка, подобная этой, потрясла рыбаков в Индонезии, когда они обнаружили редкого детеныша акулы-альбиноса с одним глазом, расположенным посередине головы. Детеныш акулы также страдал циклопией. Честно говоря, одноглазые акулы не кажутся мне особенно пугающими, а кое-кто даже считает их милыми. А вот козы... Козы реально вызывают какие-то противоречивые чувства. В 2018 году в сети появился снимок этого причудливо выглядящего козла-мутанта, который появился на свет где-то на Ближнем Востоке. И даже был выставлен на продажу. У огромного животного такая же огромная голова, которая, судя по всему, мутировала по неизвестным причинам. Впрочем, самого козла его состояние явно не смущает, и ведет он себя довольно бодро. А ветеринары говорят, что у самцов коз часто проявляется необычное строение головы, но этот вариант просто какой-то крайний случай. Мне кажется, что на фоне этих жутких коз, коровы с дополнительными ногами выглядят, ну, по-своему даже мило. Когда в 2012 году на ферме в Швейцарии родился теленок с шестью ногами, ветеринар довольно быстро поставил вердикт – животное не проживет долго. Теленка назвали Лили, и владелец фермы отказался усыпить ее из-за полного жизни характера. После тщательного обдумывания было решено, что если Лили останется здоровой, ей будет позволено присоединиться к другим коровам на ферме. Правда, лишние ноги Лили привели к искривлению позвоночника, из-за чего она просто не могла стать дойной коровой. Но фермера не смутило и это. Лишние конечности успешно удалили, и Лили довольно быстро поправилась, чтобы начать жить свою счастливую коровью жизнь. К появлению дополнительных ног Лили привело редкое заболевание, известное как полимилия. По данным исследования 2002 года, на каждые 100 тысяч голов крупного рогатого скота, рождающихся в мире, приходится меньше четырех с лишними конечностями. Но это явление встречается повсюду – у буйволов, кур, лягушек и даже у людей. Состояние не смертельное, хотя рождение потомства с дополнительными конечностями может оказаться более трудным. В случае с домашними животными лишние конечности можно удалить хирургическим путем, и это пойдет им только на пользу. С людьми, как вы сами понимаете, все намного сложнее. Но иногда необычные изменения с животными происходят из-за обычного сколиоза. Нет, правда, он творит очень странные вещи. И да, сколиоз бывает не только у людей. Вообще, это заболевание костно-мышечной системы, при котором деформируется позвоночник. Лайк, если вы резко вспомнили о том, что лучше не сутулиться и выпрямились. Чаще всего животные, рожденные со сколиозом, адаптируются к таким условиям. Можно не переживать, но посмотреть все-таки стоит. У змей сколиоз проявляется очень необычно. Как видно на изображении, позвоночник имеет почти спиральную структуру. Гекон со сколиозом выглядит так, будто очень неудачно поиграл в твистер. При взгляде на рыб, страдающих этим заболеванием, может показаться, что кто-то откусил от них целый кусок. Отдельно хотелось бы выделить то, что называют лошадиным лордозом. Очень сильный прогиб животного в позвоночнике. Чаще всего он встречается у старых особей или кобыл, которые вынашивают несколько крупных детенышей. Оно и понятно, это то еще испытание для позвоночника. Генетическая предрасположенность может вызвать лордоз даже у молодых лошадей. Но не волнуйтесь, как бы пугающе не выглядело это искривление, животное с ним не страдает. Лордоз не вызывает боли, и при хорошем уходе лошади могут оставаться здоровыми всю свою жизнь, несмотря на шокирующий внешний вид. До скорого!